Уважаемые товарищи, сегодня рассмотрим вопросы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Впервые встречаемся после назначения некоторых должностных лиц, во время назначения руководителя концерна и других были даны конкретные поручения. Первое. У вас было время изучить изнутри вверенные отрасли экономики и разобраться с успехами и проблемами. Хотел бы услышать ваше мнение о перспективах развития. Какие проблемы видите в пищевой и перерабатывающей промышленности? Как вы их решаете, нужна ли помощь на уровне правительства и президента? Второе. Из-за пандемии коронавирусной инфекции более полугода наши предприятия работают в непростых условиях. Но, несмотря на это, мы смогли сохранить рабочие места и экспортный потенциал. Наша система переработки абсолютно не связана в отрицательном плане с коронавирусом. Сырья у вас было предостаточно, крестьяне работают как никогда хорошо, есть мясо, молоко, сахар и прочее. И потребление. Все страны закрылись и свою экономику остановили, мы работали. Вперед, продавайте. Рынки открыты, просто нужно шевелиться. И, как мне докладывают министр сельского хозяйства и другие, вице-премьер, что проблем со сбытом продукции нет. Надо усиливаться. Но, тем не менее, очень важное направление вот этого усиления, увеличения экспорта. Как вы справляетесь с решением этой задачи? Отдельный вопрос по поставкам Китая. Третье. Отечественные предприятия вырастили хорошие урожаи, в том числе зерна, овощи, фруктов. Все переработать до миллиграмма. Потерь не должно быть никаких. И еще одна задача. У населения тоже есть неплохой урожай. Это хорошая подспорь. Если мы хотим, чтобы население на своих участках приусадебных и прочих возделывала сельскохозяйственную продукцию, ее нужно выкупить у людей. Подчеркиваю, излишки сельхозпродукции нужно выкупить у населения. Как идет переработка этой продукции? В том числе отдельно хотел бы услышать, как вы перерабатываете рапс, рынки, цены и так далее. Четвертое. В свое время мы поддержали сахароперерабатывающие предприятия, организации кондитерской отрасли, создали холдинг «Минск-Кристалл», приняли ряд кадровых решений. Как выполняются те задачи, которые тогда были поставлены? Как осваиваются новые рынки сбыта? Пятое. Как остоять дела с кадрами в курируемых вами отраслях? Хватает ли квалифицированных специалистов?